Леонид Бартин Доброе утро Доброе утро Мой чай закипел Итак, с чего начинаем? Кто читает? Кто смелый, кроме Марина? Я могу Давайте Пятая, да? Первая, какой можно читать? Кто читает? Идти Апи Раджива Убха Это там же недолгое, поэтому Раджи и джи джи тоже А, да, 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 это утро Раджива Убха Махабхарата Яди Ула Ула Ива Кала Нияма Уруша Будака Хи Ман Хи Просто мне послышала, что вы сказали чхи Нет, хи Просто хи Удака Удака Пуруша Нияма Кала Кала Ива Уже Уже стало более уверенным Николай Вы думаете читать или нет? Николай Николай А вы есть? А вы не слышно? Микрофон думает, что мы по губам будем читать его деонаголи А, да Не слышно, не слышно, Николай Задача усложняется Задача усложняется Усложняется, но невозможно А есть санскритские сурдопереводчики Ого Я таких не встречал Что еще нужно открыть? Доска прописей нет Главное, чтобы были открыты прописи Доска, чтобы было видно, что я там царапаю Больше ничего А прописи какие? Как страницы А Николай продолжает зачутить? Цитая страница Николай продолжает читать Все слушают У него отключился, по-моему Нет, он выключил камеру, но не выключился сам Открываем один из страниц прописей Будем проходить вторую часть гласных А, да Николай, я не настаивал Хорошо, давайте Марина туда Ой, сейчас Я пока в прописи Ух ты, Марина была не готова А вчера рвалась читать за всех Я на прописи Давайте читать Что читать? Кстати То же самое что читала Леонид Идти Апи Раджива Убха Махабхарата Ядди Кула Ива Кала Нияма Пуруша Удака Хи Так и хочется дать ей какое-нибудь написание таким шрифтом, которое я, отродясь, не видела, чтобы помучилась. Ну ладно. А мне слова-то знакомые. Так вот, чтобы вот эти знакомые слова не показались такими знакомыми. Я уже, вот прям, вот я даже не поленюсь пациенту из разных слов. Николай. Николай. Меня слышно, да? Да, слышно. Отлично. Да, давайте, начинайте. Я читаю, да? Но если вы будете продолжать отнякиваться, я уже подумал о том, чтобы вам не читать это. Хорошо. Я слушаю. Я слушаю. Итим, Апи, Раджива, Укха, Махабхарата, Яди, Кула, Ива, Каала, Книяма, Куруша, Удака, Хи, Ман, Манос. Да, хорошо. Хорошо читайте. Следующее задание читает Николай Ж. С переводом сразу. Ас. Что же быть? Асиит. Он был. Кар. Делать. Нарада. Мудрец. Акуру. Акуру, да, пропущу. А может быть у него нету куру? А в этих ошибках санскрита нету никаких ошибок в этом? Ага. А Николай, у вас есть куру или нету куру? У меня в задании, сейчас смотрю, после кар, нет, у меня нету куру, к сожалению. А вы смотрите файл? А, нет, есть. Я его пропустил. Извиняюсь. Да. Кар и куру. Куру это... Сделай. Сделай. Потом, значит, идет... Нарада. Мудрец. Фура. Город. Но народа имеется в виду не какой-то не абстрактный мудрец, да, а имеется в виду конкретный мудрец. Это вы поняли? Да, да, да. Как бы... Зе народа, да? Да, зе народа. Потому что если просто мудрец, то как бы... Тогда мудрецов будет очень много получается, а их ограниченное количество. Угу, понял. Нарада. Фура. То есть, на самом деле, там написано NPR, это называется имя собственное, NOMPR. Видите, там аббревиатура такая, после слова. NOMPR мудреца, то есть Nomen Proprium, то есть имя собственное мудреца. Да, вначале... Мудреца, это не самое лучшее, что можно сказать насчет народа. Это скорее тогда уж имя собственное. И если не хотите повторять народа, ну, чтобы не ввести в заблуждение. Понятно, да? Продолжайте. Пура город, вач говорить, вач речь, у вач... Не надо растягивать вачана, вачана. 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 Он сказал. Гам. Идти. Гаджа Гэтович. Гаджа Гэтович. Да. Гаджа Ган... Гаджа Гаганди. Это все ваши знакомые. Гаджа Га... Ни... Йотович. Гаджа Гамини. Гаджа Гамини. Ааа... Какие еще есть ставки? Делаем ставки? В кому что... В кому что получилось? Гаджа Гамини. Гаджа Гамини. Ааа... Алексей? Ну, если только два слова не пропустил. Нет, он вроде здесь ничего не пропустил. Гаджа Гамма был. Гаджа Гамма, да. Собственно, он читает сейчас Джа Гамма. А он... Нет, он читал... Там еще что более длинное есть. Да, там Джа Гамини дальше. Ааа... Ааа... Я-то думал, он пытается эти все буквы достать из Джа Гамма. Николай, вы точно не перескочили? Нет, у меня после Гамма идет вот это очень большое длинное слово, которое вот состоит из... Николай, вы смотрите файл, да? Ну... Ну, дай, дай. Я смотрю старый учебник Кочергиной в электронном виде. Я тоже смотрю старый учебник Кочергиной, но у меня нету такого большого пробела, поэтому он меня настораживает. Николай, мой вам совет, надо уже обзавестись печатной книгой. Ну, я понял, хорошо. Я советую воспользоваться этим советом во избежание дальнейших недоразумений. Так вот, у меня после Гамма идет Джа Гама. А у меня вот такое длинное слово, видите? Беда. Ну ладно, давайте, значит, представьте вот это самое длинное слово еще раз. Угу. Гаджа Гаммини. Вы долготу гласных передаете весьма условно, давайте четче. Гаджа Гаммини. Гаджа Гаммини. Вы сокращайте в ГА, а надо удлинять. Да, понял. Гаджа Гаммини. Да, да, так лучше уже. Благодарю. А, следующее. Раджан. Царь. Перевести. Перевести, да, перевод. Я, к сожалению, это слово не нашел. А, ну, царь. Царь. Так, 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 так. Что значит не нашел? Царь Солонов получается или что? А я не знаю, что получается. У вас Гаммини дано? Дано. Николай. Ну, только все равно там. Так, 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 так. Николай, дано Гаммини? Я... Я спрашиваю, Гаммини дано? Я не знаю, да дано или Гаммини. Нет, не надо знать. Надо же ответить, да или нет, дано или нет. Не надо знать его еще. Открываем, Николай, упражнение. Первое. Упражнение первое. К этому же уроку. Угу. Набор слов второе. Если у вас не получается найти, значит, мой вам совет. Ставите галочку напротив того слова, которое нашли. Если оно не было использовано в этом уроке, это вас должно настораживать. Да, понял. Так вот, там это слово встречается. Найдите его. Да, это идущий. Идущий или... Идущий. Идущий я. Чувствуете небольшую гендерную разницу? Да, есть такая. А у нас все равны. Как так? Хорошо. Гаджи слон, а камень это идущая? Да. И что получается? Слоноходка. Слоноидущая, что ли? То есть женщина, которая идет как слониха. То есть очень грациозно. А это не какая-нибудь погонщица слонов? Или что это за слово? То есть я по-разному пытался соединить эти два слова. Идущая подобно слону или что? Я думаю, что да. Скорее тут такое значение, как идущая подобно слону. То есть очень красиво. А, то есть непереводимая, да? То есть прям одним словом на русском. Ну сейчас я посмотрю, как я переводил. Я думал, слон идущий. Слон? Да. Идущий точно не может быть. Может быть, идущий. Слониха тогда. Слониха, да, тогда уже. Ну вот слоноходка моя, как у сосудов. Слоноходка хороша, ничего не скажу. Но думаю, все-таки речь о женщине. А слоноходка, она может уже подумать, что вы что-то намекаете на что-то. Могу дальше, да, говорить? Да. Да, да. Можете дальше. Да. Раджан – это царь. Махараджа – это великий царь. Питар – отец. Матар – мать. Тухитар – дочь. Тсута – сын, и тсути – дочь. Тсути – дочь. Прямо-таки настаивайте на «и» и на «ц». Тсути – дочь. Нет, сута. Тсути – дочь. Тсути – дочь. Леонид? А, я, да? Поехаю. Сута – дочь. Сута – дочь. Сута – сын. Махараджа – толстый царь. Раджан – царь. Гаджагамини – идущая подобно слону. Гаджа – просто слон. Джагама – он пришёл. Гам – ходить. Увача – он сказал. Пачана – речь. Вач – говорить. Кура – город. Нарада – имя собственное. Куру – сделай, пожалуйста. Кар – делать. Асид – асид. Он был. Ас – быть. Ху – быть. Татха – так. Ятха – как. Только ударение в слове «народоке». Кур. Татха – записил на аверх. А, наверное, нет. Сейчас, подождите. У меня всё записано. Всё, да не всё. Да, согласен. А где там ударение? В книге, штанок. Да, сейчас найду. На-ра, ра-ра-ра. А, на-а, да? Второе. На-ра-а-да. Читает второе упражнение Алексей. И вы поправите его перевод. А я сейчас вернусь. Читает второе задание Алексей. Маха-бхава. Второе, да. Ятха. Как? Татха. Бху. Быть. Ас. Быть. Асид. Быть. Надо тянуть. Прошу-прочу, надо тянуть просто. Ты длинный красный не тянешь. Асид. Кар. Делать. Пуру. Сделай. На-ра-да. Имя мудреца. Пура. Город. Вач. Говорить. Вача-на. Речь. Увача. Сказал. Гам. Ити. Джагана. Джагама. Пришёл. Гаджа-слон. Гаджа. Га-мини. Ну, идущая как слониха. Ра-ра-джан. Князь. Махараджа. Великий князь. Питер. Отец. Матер. Мать. Духитер. Дочь. Сута. Сын. Сута. Дочь. Упражнения. Три. Кто-нибудь. Может почитать. Кто-нибудь не читал. Кто-нибудь читал. Кто-нибудь читал. Вот. Марина. Читал. Слушайте, по поводу всё-таки мудреца, который нарицательный. А в какой книжке там есть ударение? Сейчас. В Кочергино есть. А, есть ударение, да. На-ра-да. На второе. А. Да, мне всё равно казалось, что он на-ра-да. То есть, в новом учебнике Кочергино ещё стоит, как ставить ударение, да? Да, да, да. На некоторых словах. Ну да, не во всех. А, ну просто у меня в старом без ударения. Угу. Да, и в файле тоже нет ударения, естественно. Все? В файле? Ну вот, в эволюционном варианте. Да. Давайте я пока почитаю третье. Угу. Нарада. Увача. Удрец сказал. Нарада. Нарада. А вот, как правильно? То есть, ты тянешь первую А, и при этом делаешь терение на вторую А. Да. Продоксальный. Все таки получается просто. Нарада. 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 Блин. Нарада. 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 Вача. Только ты вместе делаешь, как будто предложение. Очень хорошее чтение, мне очень понравилось. Третье переводите уже полностью фразами. Ну да, но я только начал, так что можно еще раз. Можно еще раз. Нарада. Нарада. Увача. Мудрец сказал. Аааа. Не мудрец сказал, а Нарада сказал. Ну он же мудрец. Ну да. Он же мудрец, но это знаете вы. Но в тексте это не сказано. Верно. Хорошо. В тексте сказано, что Нарада сказал. А мудрец или попрощайка не уточняется. Угу. Значит, Нарада сказал. Угу. Тадха Куру. Так сделай. Сделай так. А. Потому что, когда вы говорите так сделай, можно... Верно, верно. Можно как-то в общем иначе понять еще. Сделай так. А. Сид. Раджа. Он был царем? Или... Это вопрос? Царь был. Значит, можно этот Аасин перевести сказочно. Жил-был. Жил-был. Жил-был царь. Да. Видимо, все плохо закончено. Нет, нормально, нормально. Так вот. Все хорошо. И теперь Марина переводит, значит, читает второе. То, что, собственно, я хотел услышать. Неважно. Меня не поняли. Бог с вами. Второе упражнение. А. Ядха? Как? Второе, второе. Это, значит, там где римские цифры. А. Где Махабхалы всякие. Да. Махабхалы. Я же когда ушел, я же сказал Махабхала. А. У меня вообще не открыто сейчас. А. А я чисто так, типа, сказать Махабхала. Это как водное слово теперь. Нет. Мы честно читали это. Да. Я понял. Я слышал. Марк, может быть, у вас там просто завтрак, фрукт большой какой-то. Это, ну, Махабхала как бы. Понятно. Должен вас огорчить ни завтрака, ни фрукта, ничего. Чистое водички. А. Между прочим, у меня в файле такого нет. У меня заканчивается все вот так. Махабхала. Нет, Махабхала? Да. Ну, сейчас восстановим справедливость историческую. Махабхала. Поэтому прочитать не могу. А. Ну, сейчас я ради этого приложу усилие. Патха. Ну, неужели так отличаются? Т.е. В старой Кочергиной вот пятое упражнение есть, а оно с каким номером? Нет. В старой Римской есть там набор слов. Махабхала, Махад, Гаджа. А. Марина, вот по этой ссылке вы всегда сможете скачать последнее издание старого учебника Кочергиной. Где есть всё. Что есть в старых изданиях. Как в Греции. Понятно. Может, пока кто-то почитает, пока я качаю? Ну, пусть... Нет, 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 подождём вас. Нифига себе. Отмазалась. А, т.е. Москва на санскрите будет Махапура, да? Ну, и не только Москва. Ну, или уж даже не знаю. Ну, да. Давайте тогда пока Алексей мне скажет, какие синонимы он знает для слов. Пока мы ждём Марину. Вода. Вода. Не помню. А, вода. Удака. Джала. Ага. Земля. Махи. И... Бхуми. Ага. Путь Бадха. Га. Га. Быть. Бху. Ас. Сын. Суну. Сута. Дочь. Сута. Духитар. Человек. Пуруша. Наби. Нет. Нара. Гам. И джанна. А Жана. И джана. И джана, да. Хорошо. Марина. Нет. Еще. Ну, неплохая, конечно, отговорка. Николай, что означает глагол из четвертого упражнения? Гам – идти. Фач – говорить. Ас – быть, по-моему. Фу – тоже быть. Кар – делать. Хорошо. Насчет «Ас» у вас некоторая экзистенциальная неопределенность в духе Сартра. А в чем разница между «Ас» и «Пху»? А это еще Шекспир задумывался – «Ас» или «Пху»? Вот в чем вопрос. Да-да-да. Так вот, Николай, разница между «Ас» и «Пху» – это как раз разница Шекспира. Вы же у нас Шекспировед? Все-таки я тайный. Латентный. Латентный Шекспировед. Никакой разницы нет. Угу. И что, прям даже никаких оттенков там… Нет, ну оттенки, конечно, есть. Оттенки есть. А зачем вам оттенки? Вам грубые мазки, краски пока. Ну да-да. Нашли, Марин? Напишите шертом «Даванагари» и переведите слова. Да. Вы же писали это? Да. Ну слава Богу. Тогда вообще… Тогда вообще не понимая, чего мы тогда искали тогда. Нет, а я искала что-то там еще дальше читать. Думаю, нет, дальше читать точно нет «Даванагари». Нет, тогда зачитайте. Сами записали, сами зачитайте, переведите. А, сейчас я… Махабхала – великий плод или большой плод? Все. Махагаджа – великий слон. Махападха – большой, долгий путь. Махаткадха – великий рассказ. Махарадха – большая колесница. Махадана – огромная щедрость, я могу по-русски перевести. Или большой, большой дар. Или большой дар? Как? Великий дар. Великий дар? Без контекста не разберешь. Великий дар Махагаджа. Маханава – великий лес. Ванна. Ванна. Маханава – что еще за фигня? Ванна. 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 Там так написано? У меня… А, да, там так написано, еще скажите. Ванна – у меня. Ванна – у меня так написано, не очень правильно. Ванна. Все, хорошо. Значит, будем считать, что Дэванагри освоили, поехать дальше. Гласные, часть 2. Не-е-е, мы пережили домашнюю. А все эти квадратные писали? На потере пояса не писали квадраты. Круги. Ну, число 20. 28-ое. 28-ое. Мы уже говорили, но повторюсь, что э и о всегда долгие. Говорили? Да. Но на письме они могут и чаще всего будут писаться без долготы. Эта долгота всегда вами должна подразумеваться. Как будто бы они писались с знаком долготы с Макроном. Первое гласное. С второго сряда. Э-е-е-е. Э-е-е-е-е-е. два начитания первое называемое мною клык не пытаемся писать в одной клетке хвост клыка выходит за крампу и так хвост пока еще хвост не рисовал хвост это именно вот внизу я сейчас прорисовал то есть конец клыка выходит за крен как бы этот хвостик внизу пропорции используем те которые в один на 11 странице внизу например я рисовал слишком толстым последний так что такое кабана это первая разновидность написания вторая печатная равновидность занимает по высоте почти две клетки формы достаточно резкие то есть google закругляет рисунок а на самом деле формы резкие по высоте больше полторы клетки ну вот когда происходит первый изгиб первой палочки это происходит уже на крайней клетке сам внизу да первый изгиб происходит как раз на между двумя клетками а изгиб второй палочки или изгиб второй он получается чуть ниже середины второй клетки первые клетки что изгиб второй он уже во второй клетке серцисследователь нет изгиб правой палочки а изгиб правой палочки он вмещается в первую клетку. И линия изгиба первой и второй палочки, они на разной горизонтали? Да. Потому что кочегиной на одной. Когда «э» встречается не в начале слова, а в «ы», оно пишется над строчным знаком, над снежним. Получается «к». Было «к», стало «к». А кто-то без наушников сидит, да? Сейчас мы ему... Тут, по-моему, все сидят без наушников, кроме... Кроме меня, да? А у меня некоторых. Так вот, «к» или, например... Вот Николай скажет, что я написал сейчас. Я скажу. Ага. Но это буква «т» вообще? «Т» да. «Т»? Ага. «Т»? То есть «э» в начале имеет особенную форму написания, отдельную графому, а внутри это диагнальная черточка, которая смотрит налево, над стержнем. о. 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 То есть в санскрите не бывает «о». В санскрите бывает только о. Это та же А в обоих разновидностях с дополнительным стержнем, над которым такая же диагональная черточка, как в Э, как в Э. То есть, если бы черточки не было... Сейчас я сделаю без черточки. О, магия! То это что? А с черточкой это О. А у нас палуба не целиком закрывает? Когда мы пишем отдельно взятую А, то да, она не закрывает полностью. Точнее, да, но даже в начале слова она все равно не закрывает эту троечку. Троечка все равно остается без ничего. Получается, она же встречается только в начале, поэтому по-любому там разрыв. Это О. То есть, можем написать с обоими разновидностями А, с попсового и с солнышком, принцип тот же. будет. А у солнышка тоже из вертикальной линии? Так. Да. из дополнительной версии. А, то есть... Не из базы, да? Не из базы. Да, это потом важно там, где АЭ и АУ, да? АУ. Важно, тут можно запутаться. Да. Это было о... Попрощаемся. А у дифтон, то есть два гласных, они не делятся. В санскрите есть только несколько десятков слов, когда одно слово заканчивается на гласную, другое начинается на гласную, и как бы... Это санфи? Правило санфи? Нет, это не правило санфи. Это исключение из оригведы. Так вот, то есть есть некоторый набор слов, когда действительно одна гласная относится к одному слову, другая гласная к другому слову. Таких слов меньше сотни. А в остальном, если видим две гласных подряд, это значит слитное произношение. Ау, ай, ау, ай. Это не а-у. Понятно? А в каком-нибудь витейском... ...прауга... ...пра будет от одного слова... В общем, два отдельных слова. Ау. А, внутри слова о есть дополнительные просто, да, выскакивали? Не понял вопроса. А мы записали как ко, да? Нет, ко не записали. Ко не записали. Вы же сами уже поняли, как это кло. Да, я... А. Ну, сейчас я запишу, конечно. Ко. То есть тот же, та же вертикальная, та же горизонтальная, диагональная черточка, что была в ке, только она смещена на дополнительную, дополнительный стержень. Николай, что я написал? Кажется, Николай без микрофона. Вы написали до. До. А Ре где? А Ре не написано. А Ре нет, пока еще, пока не знаю. Да, Ре нет. Я ученикам в Новосибирске давал сначала прочитать запись Ави Марии, сделанную в 1600 году католическими священниками на письме Деванагоре. Когда они обучались письму Деванагоре, они допускали ошибки. Но ученики быстро находили, еще не зная Деванагоре, и они быстро разбирались с тем, как оно устроено. Педагогические новинки такие. Да. Издевательство просто изощренное. Да, да, и ты имел это. Так, АУ записали в... Точнее записали О и КО, а теперь АУ. А и после будет. А и после будет, да. Странно. Странно, но... Не, ну можем перед, давайте перед. Пусть будет перед, ага. Я уже АУ написала. Светная АУ, она все откладывается. АУ, АУ, АУ. АУ это будет то же самое, что было до этого, только уже не одна диагональная черточка, а две. Их можно писать параллельно и не обязательно соединять в одну точку. То есть, если вы посмотрите прописи, вы увидите, что у меня там есть разновидность, когда они как бы живут отдельно. Кто это придумал, я не знаю, но тем не менее. Вполне законные варианты, иногда даже более наглядные. То есть, первая черточка, нижняя, может перекасаться в палубной линии, а вторая, она в подскоке. Это была АУ. АУ, АУ, АУ. Внутри слово. Сейчас запишу. Это была у нас КАУ. А что я запишу сейчас, скажет Алексей. Тау. Да, Тау. И несправедливо забытая АИ. АИ. Это то же самое Э, только с той же диагональной чёрточкой. А чёрточка идёт на правую часть. Да, над правой. В середине не делают. Нет, не в середине. Да, ну, нет, не в середине не делают, над правой. В середине делают те, кто не прошли курс письма. Сразу начинают писать. Курс начальной подготовки. Можно вопрос? Да. Ну, просто уточните. У вас написание нижняя палочка, которая идёт от клока вправо и вниз, да? Да. А у кочергиной, ну, это я просто на всякий случай, у кочергиной, она просто идёт простая палочка под 45 градусов. Ну, то есть, как бы, ваш вариант более верный, правильно? Итак, поясняю. Мой вариант, это вариант кочергиной. Я ничего другого, кроме её вариантов, не учусь. Просто то, что вы видите, это издержки производства. А я выдаю в чистом виде сок. Да, хорошо. Варианты кочергиной. Я ничего, кроме вариантов кочергиной, в принципе не даю. Хотя бы мог. Но. То есть, я с ней не спорю. Я не вступаю в противоречие. Я могу лишь вступать в противоречие с современным шрифтом учебника до тысячи пятнадцатого года. Вот и всё. А там, а там же вроде вообще клыка нет. А там вообще клык. Я не вижу такого написания. Так я говорю, Леонид, смотрите в монитор. Там клык вообще. Понят? Чего? Ну, я понял, да. Монитор давлеет над бумагой. Нет там клыка, потому что его потеряли. Бедно. И следовательно, Кай будет писаться как? Николай, запишите мне на доске. Кай, да? Да. Сейчас, сейчас я найду ручку. А Марина потом напишет Герда. Ой, я не могу писать. У меня мышки нет, у меня только тачпад. Ой, сложно будет. Да, я пробовала. Мышки нет. Сейчас отправим крысу. Да, кстати, а как будет Кай? Уже не может быть как Е точно так же. Так, сейчас Кочергина приди на помощь. Две фалки. Ну вот, Кай, да? Вот так вот? Да, правильно, правильно. Да, Кай. Да. Просто чуть ближе. Нижнюю стержню. Нижнюю. Нижнюю. Все-таки вот я чуть ниже опущу. Все-таки она чаще касается стержня. Что я написал, Леонид? Ну, первое слово человека. Дай. Дай. Да, дай. Дай. Ну что, ну пусть Марина... А, Марина не напишет карту, да. Было бы, конечно, забавно. Если я напишу, то это будет совсем-совсем каракули. Это будет каракули-каракули. Да. Лего-каракули. Так. Теперь о грустном. Р-слоговая. То есть это Р, которая как гласная. То есть как в слове Ригведа. То есть Р с пустым кружочком. Вот. То есть она реально гласная? Она реально гласная по всем правилам. Хорошо. Имеет два начертания. Птичья лапка слева упирается в стержень. Уперлась, продолжается. И выходит на полумесяц. Это первая разновидность Р-слоговой. Она по ширине в клетку влазит? Да. Это первая разновидность. Вторая разновидность. Три раза получилось, Алексей? Получилось. Три раза. Вторая разновидность. Птичья лапка слева. Стержень. Три раза. От нее черточка направо. Второй стержень. К нему внизу крюк. И закрываем это хозяйство. Вопрос можно? Ага. Вот у вас в первом написании, в принципе этот вопрос может относиться и ко второму случаю, вот у вас в первом случае галочка доходит прямо в центр пересечения всех линий, а на последнем примере все-таки в первом случае у вас галочка не доходит до центра пересечения. Как правильно? Если я сейчас пойму еще вопрос. Вот самый правый нижний символ. Я покажу вот здесь вот. Галочка не упирается в линию. Галочка не упирается в линию. Я показал стрелку, видите? Да, стрелка. Вот видите, в этом месте у вас в последнем случае галочка не упирается в пересечении вертикальной. Галочка, она без разрыва. Галочка упирается в стержень, а тут не упирается. Она вот должна, как вот. А, все, ну вот тогда понятно. А то просто да. Хорошо. А вот в новом издании Кочелькиной там совсем неправильно, да? Там печатный. Там по-другому. Уже справа часть. Там печатный. То есть там справа как троечка такая. Троечка, это мы сейчас дойдем до троечки. И еще на всякий случай. Вот в первом случае полумесяц он рисуется ровно, да? То есть у него ровные крылья, да? Да, ровные. Когда я хочу сказать, что не ровные, я говорю стерп. А когда ровно месяц, полумесяц. То, что говорите, троечка, это на самом деле третья разновидность. Ну ладно, сами напросились. Ей. А вот хвостик снизу, он выходит из клетки? Так, хвостик снизу, да. Выходит из клетки. Ложки нет, Леонид. На тыле. Так, третья разновидность. Это слишком похоже на долгую. Да, это она и есть. Нет, там еще есть краткая, но троечка. Сейчас в своих записях тут у меня немножко стиснуто все. Просто меня сбивает, я не вижу то, что есть в новом учебнике сейчас. Поэтому хочется поднять, куда смотрит Алексей, но не могу, поэтому... Я могу нарисовать. Давай. Я, похоже, сдался и уже забегая вперед уже... Да, мне тоже так кажется. Да, мне тоже так кажется. Сложно рисовать, конечно, да. То есть как бы справа, это как крючок, как у ТА. Такой наклоны ТА справа. Это так, в новой кочергиной. Ну, это... Это не у кочергиной, это у автора шрифта, у Михаила. Ну, да. Ну... То есть так не пишут? Ну... Нет, так не пишут. Ну, так. Ты пендрешь. А вот, по вашему написанию, в вашем варианте, который верхний, троечка, она все-таки в каком месте пересекается с горизонтальной линией? В серединке. То есть... В серединке или в серединке верхней дуги? А... То есть... Ну, то есть это короткое... Смотрят, дуэт ли норд или норд-ост. Логично. Но это короткое, да? Это не длинное. Это длинное. Это длинное. Мы уже переходим... Плавно переходим к следующему. А короткое как? Короткое вам двух... Вот я вас... Двух достаточно. Двух достаточно. Двух достаточно, да. Я понял. Р слоговая долгая отличается тем, что... Что, что, что... Собственно, там появляется вот эта полноценная троечка. То есть если в Р слоговом кратком вместо троечки у нас крючок, то единственная разница между Р слоговой краткой и Р слоговой долгой, это собственно вот эта троечка. Поэтому... 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 Собственно, и все варианты они построены на этой троечке. Вот первый вариант. То есть... Троечка снизу. Троечка снизу, да. Троечка... Она упирается... Не из троечки, получается, упирается в дно. И вторая разновидность. Ну и, собственно, вот... То, что я рисовал... Иногда эта троечка как бы она... приподнимается и бывает высоко, как я уже, собственно, уже рисовал. Но лучше ее опускать вниз, как в первом варианте. под. Под. А средний вариант это вообще полторы клетки, да? Нет, это не полторы. Это клетка и... Одна четвертая или одна пятая... Одна четвертая... Одна четвертая... Следующая. Троечка, когда не хочется э писать под, а приписать сбоку. А вы же говорили, что вот в предыдущем варианте, где обычный ри... Это вот как раз вот... Я спрашивал, что как... Как ставится троечка по отношению к линии? Да. А вы сказали, что можно вставить ее прямо в центр стройки или в половину верхнего полушария? Да. Можно. А теперь получается, что это... Я сказал, что можно. Но если вы хотите как по старинке, то вообще пот. Я его закончательно запутал. Ставьте пот. А если хочется, то можете сбоку. А если сбоку, то троечка посередине или... Ну, как я уже сказал. Ставьте пот. А что делать тогда с обычным ри, который не длинный, а обычный ри? Там все-таки троечка ставится... Нет. Там троечки нету. Троечка только в длинном. Это была длинная? Это была длинная. Я плавно перешел с кратков на длинную. В кратких, Николай, полумесяц. То есть половинка троечки. В длинных троечка. Это их различительная черта. Да. Я понял, я ошибся. А в кратких полумесяц он снизу не может писаться? Как троечка снизу? Да может иногда писаться. Можно. В санскрите все возможно. Язык возможностей, как Америка. Но мы же касаемся письма. Вы же понимаете? Я нет разницы между языком и письмом. Поэтому... Да. В длинных троечке возможностей даже то, чего в санскрите еще даже невозможно. То есть вообще все. Я напишу и Николай зачитает. Иногда, когда смотришь на то, что получается этими карякулями, смотришь и думаешь, неужели я это писал? Николай? Это у нас... КРИ? КР? КР? А, КРИ, КРИ, да. КРИ, КР, да. КР и МРИ. Да. Да. Это внутри слова. Ага. — А там «и» прям звучит? — Прям «и» звучит. — То есть не просто «кр» и «мр»? — Ну, если по-честному, то там должен был просто «ррррр», раскатичное «ррррр», «самскртам», «рыгведа», но всё равно хочется «и» подсунуть, неполноценное половинку, но хочется. — А на юге «самскртам», «ругведа», поэтому они называют «санскрит» не «санскритом», а «санскрутом». — Круто! собственно долгая а то есть она еще и долгое может да 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 она гласная и долгое то есть эр раскатистая и эр раскатистая долгая пишем полу не полумесяца уже троечку под согласитесь изобретательность индийских языковедов не имеет пределов разумно что я написал алексей а как будет долгое то есть как написать да красивая так но там хитрят и сносят в сторону ой уж я попробовал меня уж помню что-то сторону как я понял хвосту не хотя но хвостов сейчас хвосту получается штопор получать просто такого сочетания в реальной жизни встречается поэтому то есть было ку-ку и мр то есть можно передать разные звуки животных мяу тоже вы уже можете имел тоже записать мяу а как там же двигала подряд я не классно я не право редактирование есть для всех это даже для шутер а мы говорили что мы не шудры мы эти ма я забыл я забыл как млечко 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 так это это м с подсказки это понятно а дальше что мне надо делать мяу а а сейчас 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 вот гениально мяу а где я я вот так как м то я я же не могу две гласных подряд записать это аллигатуры надо использовать я и я же говорю не могу то что вы не можете это все очевидно кардинально все поиздевался хватит все всё всё все 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 должно разоканчивать а то сейчас мы допишемся этоWorld значит л слоговая м Как я уже говорил, встречается в одном слове. Эл раскатистая, ну, вы знаете, как это произносится, я даже не буду. Как в слове Леонид, да? То есть, на самом деле, оно произносится как ЛРЫ, то есть, получается, то как РИ, и это как РИ, только еще с Л. ЛРЫ, ЛРЫ. И так произносится в Индии, ЛРЫ, ЛРЫ. Единственное слово, которое у нас встречается, это глагольный корень КЛП или КАЛП, служить, служить, следовательно, ПСВИРАМАЙ КЛП, служить. А, кстати, хотел поделиться, большие знания, это же большие печали, но в нашем случае это пока не очень большие знания, но уже заметно ты берешь какую-нибудь книгу там, Йога Сутры Патанжали с комментариями Айнгара, открываешь, видишь Вирамы в середине слова и закрываешь, потому что ты знаешь, что так делать не надо. Значит, у них что-то поехало, да. Значит, они забыли в Индизайн исключить галочку, чтобы иностранные системы письма правильно отображались, да. И причем я уже две книги нашел там, Катха Йога про Диппи, которые... Получается, если они не умеют читать Деванагары, значит, то, что они там скопировали из интернета, скорее всего, где-то оборвалось, где-то... Вот-вот-вот-вот-вот. То есть сразу доверие к... Да, никакого доверия, да. Да-да-да, тут все правильно. Я книги, где Вирамы поехали, вообще серьезно бил. Я вот тоже самое подтверждаю, у меня вот эти две книжки тоже дома есть, про которые вот сказал, уже Леонид. Ага, красная и белая, да? Да-да-да. Вот чем нас кормят. Теперь только фришку... У него она не настольная, а подстольная. Да. Подстольная. Чтоб стол не шаттл. Это вот... Это Итюга Сутры, но еще красненькая эта, да. Ну вот, да. Получается, если они не догадались, как читается Деванагар, предваритель, они догадались, как его переводить. Точнее, это красивая компиляция. Ну... Это ж... Понятно, что... Красивая. Ну да. Понятно, что это делается, ну, наверное, не для тех, кто знает санскрит, чтобы просто они смотрели, как бы и думали... Ну, все-таки, если уж только место это в книге занимает, это должно нести какую-то смысловую нагрузку. Вот да. Но там же есть какой-то редактор, который проверяет... Нет. Рассказать, как делаются книги по санскриту, там... Редактора? Там редактора, в принципе, никогда нет никакого. Угу. Я не видел ни одну книгу по санскриту, в которой был бы редактор. Ну, настоящий я имею в виду. Не псевдо, не имя какое-то просто, а реальный редактор. Англоязычные тоже такие плохие? Чуть лучше. Там, может быть, кто вытирает монитор после рабочего дня, может быть, он слегка разбирается и заодно что-то там прочитает. А так, в принципе, никто это не перечитывает. Вот ещё вторая книжка, если кому интересно. Ага. Если можно будет отсканировать, у меня страничку чисто для... Я просто книжки этим не видел, а мне интересно, как граждан поехал. Да, хорошо. Я собираю коллекцию того, где ещё поехал. Угу. Так, я напишу слово, и Алексей прочитает. Угу. Влк или Врк? Врк. А вот Л в середине как-то обозначается? Л в середине как-то обозначается. Ну, Кл. Оно было бы... Оно было бы... Вот Кл. Я подумал. Кл. Думаю, да. Клп... Клп... Вы её написали, но неправильно. Крк вы написали. Сейчас ещё написал. Сейчас я найду, что я... Значит, это Врк... Это Врк... Врк... Волк. Врк, да. Это Волк... 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 А напишите мне... Значит, я пока ещё... Риши... Леонид, напишите мне Риши. Риши... Щас... Волк... Каракул... Ой... Это не Каракул... А вот это Волк, это прям так и читается? Вр... 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 Врка... 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 Угу. Однокорневой с русским волком. В чешском, кстати, тоже волк. А как не перепутать вот Ри и Лиза? Я сейчас как раз эту тему сейчас прорабатываю. Ну, что-то я не то, наверное, написал. Нет, это со слоговой Ри. Мы же попадем в слоговой Ри, да. Это вот так, что ли? Это сурово. Я специально сделал, чтобы это послушать. Он тоже издевается. А, то есть это будет... Вот те, которые только что прошли. Момент истины. А-а-а-а... Ща... Щас я пойму. То есть это будет... А там длинная Р или короткая? Риши, там короткая и краткая. А, понял. Не короткая и единая, краткая и долгая. А, краткая и долгая. Ну... Ну... Да. Правильно. с точностью до каракулы вот это николай мудрец провидец основное значение пробить сейчас перепишем что я пока не очень а что вы не поняли я не понял провидец да провидец уже вторично николай что непонятно здесь а вот слева что раз литерацию мы пишем как транс литерацию сейчас запишу да если можно а слева это вырк да вырк да вырк дата николай видно а это недолго ири короткая краткая краткая еще вопрос там примере вот с этим врк и и калпы но тут будет предыдущий пример куб так он тоже читается как как ну в слове калп он читается как калп и клуб собственно иначе невозможно произнести но когда его отдельно рецитирует отдельно да то его произносят как лжи в индии понятно иначе получается в чем будет прикол невозможно сказать о ты можешь хоть раскатиться хоть не раскатиться тужится не тужится не получится все равно поэтому лары так вот возвращаясь к вопросу алексея прописях у меня правильно я сомневался но и сомневался итак одиннадцатая страница середина клуб крючок там конечно есть но крючок он добавляется к эллу 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 и так еще раз клуб иногда потому что я смотрю свои прописи думаю какой мудак это мог писать почему никто это не проверял потом присмотрюсь иногда нет не так все плохо а клуб под к конечно стоит полумесяц но он не прирастает к ноге там есть маленькая элл к которой собственно и прирастает это поэтому я вам наврал ну да вот это был мой вопрос потому что я подумал что векал получается мы написали как единственное возможное написание это небольшая элл то есть всего получается это уже полторы клетки то же почти лигатура а получается что и в рк тоже пишется по-другому нет в рк как раз в рк пишется как раз вот ровно так как так так как я писал сейчас ва да ха а по два пишем полумесяц да по два полумесяц ну напишите мне сейчас хочу увидеть что вы напишете не смотрите вот в том-то дело что напишите как вы поняли нет я напишу как я переписал потому что я не пишите как вы переписали а поймёт уже надо разделять функции когда человеческое общество продвинулось резко вперед когда они научились разделять труд вот так же да да одни командует вторые делают одни читают другие понимают вот смотрите это то что я написал что соответствует транслитерации который меня записано это в рк так вот в чем вопрос а почему мы читаем ну то есть в полумесяц по два он соответствует тому как пишется ри внутри слова а причем здесь тогда в ри что вы не поняли смотрите мы пишем полумесяц по два это соответствует написанию ри внутри слова а А при чём тогда здесь в РИ, вот в Трансфедерации? Так, у нас ВОЛК — это ВРК, а не ВЛК. А, то есть это я ошибся в написании Трансфедерации? Да. Всё, понял. Я записал. Я ошибся. Я записал, видите? Да, я всё повторю. ВРК. Напишет, пусть Алексей мне РКГИМН. Кошмар. Так, стереть. Да, стереть — это выделить всё и нажать ДЛИТ. А, то есть К — это в смысле К? РК? РК. К кранка. В смысле без глаз. Всё, понял. РК. РК. Один гимн Рикведы — это РК. И еще один. Только на нём соревнований, когда ты спросил Трансфедера. Да! 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 А шо, и дифтонг есть между Р и Л, Лр? Нет, дифтонга там нету. Ну то есть, если... Не, не здесь, а в принципе. Может ли быть дифтонг между Р и Лр? А какой смысл того, что мы написали, или нет смысла? Нет смысла, но это гимн. Это нет смысла, но тем не менее, это гимн, да. На самом деле, когда читаешь чековеты, вот такое ощущение возникает. Смысла нет, но это гимн. То есть, да, там очень странный язык. Но если вы прочитаете большинство гимна Хрикведы, то вы не поймёте, даже если будет понимать грамматику. То есть, понять невозможно. А мы именно, как бы, в графе К, мы именно звук А обрубаем. А, вера мы обрубаем звук, как А. Рк. 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 В детском саду. Благодарю. Рк. 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 признаете как пишет буквы которых нигде нет это вам пригодится как пишется ру вы помните да помню тогда добавлю лишь как пишется хр видна ну и что это это хр а что это вообще хр р ввентюрилось в середину а а трансфетерацию можете написать конечно я верю что вы и сами можете а что это за а что это за первый символ в 20 раций я такого не знаю это ха это был удар ниже пояса это это хапишь понятно диагноз да сейчас секунду не стирайте это надо писать подробнее а я уже хотел списать а мы про эр будем проходить эр смысле записать его как она пишется словах словах в петербурге но это в этом уроке так эр да мы идем к этому да мы к этому идем меня осталось 15 минут да это будет супер быстро а то есть это еще есть гласная r которые или это не глас негласная там обычно предлигатуры такие да я записал можно стирать все что вы учили до этого это правда фигня потому что сейчас будет сложно значит r которая обычная зависимость от того куда как а где она стоит она пишется по-разному от группы да под группу да если найду где у меня записано 10 10 сейчас посмотрю под строк здесь потому что не знаю какой они не не 10 12 сочетание r с другими согласны если r встречается слоги где уже есть другой согласный он обозначается дополнительными значками р после согласного первая разновидность это первая разновидность r после согласного если представить клетку то она будет находиться в левом нижнем углу виде диагональной черточки краа я не счастлива про справа Что я написал, Леонид? Хра. Второе написание хра будет... Понятно, да? Ужас какой. Уехала внутрь. Это... Хра? Хра. Хра. А это вот два написания? То есть, либо от верхней, либо от нижней. Да, да. Оно может уехать, получается, вниз, под, а может быть, как часть внутренней. Угу. Страв. Страв. Вообще, это как первая лигатура уже. Те, кто изучает хинди, они ее и учат как... даже не как лигатуру, а как часть алфавита. Представляете? Тра. Она настолько отличается от остальных по написанию, что ее учат как часть алфавита. Да, у нас была тра. Вот мы когда учили, у нас была такая вот... Тра и чна. Тра. 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 Марина, что я записал? Шри. Шри. Шра, Шри. Шри. Стой, нет, нет. Шри, Марина. Ага. Я подумала про Шри Ганеша. Кто о чем? Шри. Да, всем благодарю, можно. Так. А это что? На это слово. Читает там Алексей. Читает Алексей. Читаю, жду. Шри-я. При-я. Ой, не Шри-я, при-я. При-я, при-я, при-ятный. Да, при-ятный. При-ятный. А второе слово зачитает Николай. Давайте. Сейчас, сейчас, секунду. На подходе. Слово санскрита. Гияма? Нет, нет. А к чему относится вот эта вторая вертикальная линия? Я не понял. Произвольно. Значит, произвольно. Просто так? Как раз так не бывает. Смотрите, тут первая графима Га. Да. Гра. А там ничего лишнего нету? Грамма? Для Га. Грамма, да? Грамма, грамма, грамма. Все, похоже. Мне, пожалуйста, три грамма. А вот эта шра, шра, вот, да, предыдущая, это сща или сша? Мы же записали правильно, а как? Мы же не должны даже спрашивать. Внизу точечка. Нет, нет, там было не точечка. Нет, что вы врете? Нет. То есть все-таки отща у Кочергиной правильно, да? Нет, 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 там вот... Отстань. Там вот это... Отключение. Отможно. А, тогда у Кочергиной ошибка, что ли? Я не знаю, что Кочергиной, но у нее можно, я напишу, у нее... Так, пишите просто, да, сон, 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 сон. Да, 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 да. Ну, да. Иго. Ее вот так. И записано, как вот так. Так, правильно, у нее записано вторая разновидность. Мы же проходили, эта буква может быть записана другим способом. Это древний французский способ записи, а мы используем современный английский, чтобы вас не смущать. Вот вопрос. Да. Допустим, в транс-итерации Шри, ну и этот вопрос касается грамма. В транс-итерации, где мы пишем вот Шри или грамма, мы ставим эту точку под R? Это обычная согласная R. R имеет точку только, когда она сонант, когда она гласная, а здесь она не гласная. А. Ведь когда она гласная, она в виде крючка, Николай. Ну, то есть, получается, что мы ее используем как согласную, как согласную, но при записи пользуемся теми правилами. Николай, в этой теме две темы – гласные и согласные в определенной позиции. Понимаете, да? Да, понял. Это не одно и то же. Сейчас зачитает… Нет такого. Алексей. Ага. Ой. Митра. Митра. Да, друг. Религиозный термин. Друг. Сейчас. Секундочку. Включаем турбо. Ага. Есть? Да. Вторая разновидность – R перед согласной. Марин, что я написал? РК. 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 Может описать? Еще раз? Р?, Ма. Хорма. Ха-ха. Мы можем хорму занять если можем, то есть можно опять написать самая сладкая хурма, а что на дивонагаре. Русский язык на Диванагаре, на Диванагаре, можем на рынок уже выходить. Бараушки. То есть, получается, что есть разница, вот, допустим, как в слове «гимн», да? Да, это разные вещи. Это гласные, да? А «рга-рма» — это уже сова. Да, да. Куда? Алексей? Дурга. Дурга. Знакомое слово. Кто же с дургой не знаком? В нашем селе все дургу знают. Да-а-а-а. Ну, Макс, я тебе наберу чуть больше. Да, у нас урок еще. Вас канарейка? Что? Вас канарейка? У меня все, что хочешь есть. Ага. Второе слово читает Леонид. Почему он validал? Н Genius. Почему он продажил lips? Угу. Что… Что, что, что... а почему не сарпа и потому что и там это же идол на женская а вот женщина-змея это вот она а кстати такой вопрос я обратил внимание что как будто там есть слово ахам я а есть другое слово которое мам так и р согласная когда р согласная она пишется следующим образом понятно да когда р стоит перед согласно она пишется крючком над р к верно так и есть до после согласного пишется запишите еще раз это все потому что вы будете путаться согласная ра перед согласным р к после согласного кра пишите деванагри рядом транслитерацию хорошо записали николай это были р именно согласно а р который значит вот так и пишите р с кружком классная я вот так наверно писать шутник нет я серьезно вначале в нач трудно скопировать в середине в середине в середине Все, Николай, бегите в уезжающий поезд. Нет, нет, я сегодня не уезжаю. Я убегаю. А, ну тогда не страшно. Тогда не страшно, да. Как не страшно. Мне тоже можно, да. Она и так все знает. Маркин, а все-таки сар по этому, получается, мужчина-змея, змей. Да, змей. Змей, змей. Змей, да. А сарпи-женщина. Да. Вот на этой чудесной ноте. Значит, дома все эти разновидности, не просто, в общем, вы поняли, да, пишем все разновидности еще. И тхи-у-бху-у-ду-р-кр, р-л-р-ру-шу-шу кр-р-к 에-кées-ай-о-ау-пра-тра-рга-рка. Понятно? Это тринадцатая страница прописи. Все, что есть у меня, должно быть и у вас. И еще больше. Обычные упражнения по кочергине. Собственно, и все. Все. Вы овладели базовым набором знаков Деванакари. Все, что... Панфары есть. Та-дам! Мы еще будем? Тут еще у Кочергиновича есть пункт третий. Свообразование, с префиксом. Да, сейчас вот Марина уйдет, поговорим об интересном. Нет, давайте быстренько. Пять минут, две. А Субадра, это вот она очень... Бхадра? Имя ее переводится. По-моему, Бхадра это бедра. Не знаю. Нет, Бхадра это... Это герой, что ли, тоже? Нет, ну, имя любого героя имеет... А, это Благой, Бхадр, это Благой. Нет, не соглашусь. С Бхагой, это Бхага. А тут она сказала не Бхага, а Бхадра. Это разные вещи. В общем, Су это всегда хорошее. То есть, в словаре это прям целые там сотни слов. Если... Значит, есть Су, а есть Дус. Дус плохой, Су хороший. Эти две вещи противопоставляются, как бы антоник. Су хороший, Дус плохой. Это Дус превращается в Дур, потому что есть такая вещь, как Сандхи, до которой мы скоро доберемся. Поэтому какой-нибудь... А Дурга, это что? Плохо идущая. Хромоножка. Что, правда, что ли? Да? Вот с этой стороны я ее не знала. Сороконожка, которая задумывалась о количестве своих ног. А это то есть Дурга Гаджи Гамини там? Плохо идущая походка слона. Сейчас договоримся. С Дургой так не надо. Да, сейчас договоримся. Этимология вещь коварная. Лучше не знать. То есть не всегда получается это просто хорошо. То есть как бы хорошо-то хорошо, но вы когда будете переводить домашнее задание, вы столкнетесь с тем, что значение хорошо вам недостаточно. И даже значение очень вам будет недостаточно. То есть когда в прилагательных, как Судиргха, очень длинные, вы поймете, что для того, чтобы перевести домашнее задание, даже очень длинного вам недостаточно. Сразу предупреждаю. А что там требуется? Вмекалка. Потому что то, что здесь дано, с вас требует то, что здесь не дано. Понятно. Задание со звездочкой. Да. Я пытался в свое время пользоваться только тем, что дано, и был мне прав. Поэтому облегчаю вам задачу, говорю, что с вас требует то, чего нет. Понятно. Поэтому вам легко сейчас будет. Все, Марина. Собственно, СУ, это когда хочется сказать хорошо. СУБАРНА. Это хорошего цвета. То есть золото. То есть золотой. СУБАРНА? Да. С точки зрения санскрита, СУБАРУ это хорошая машина. Да. Да, да. Это достаточно неплохая машина, судя по тому, что отец проездил уже 450 тысяч километров, и она до сих пор ездит. Во! То есть с санскритом совпадает. Да. А вот сейчас последнее слово было какое? СУ... ХАДРА? Или что? СУБАРУ. Он шутит. Леонид... Нет, нет. Я про то, что вы сказали Марине. Я сказал Марине... Что я сказал Марине? Про бедра. Нет, про золотого цвета. СУБАРНА. ВАРНА. ВАРНА. От слова ВАРНА, как... Вот есть португальское слово КАСТА, а есть Я понял. ВАРНА. 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 И сУБАРНА значит, что золотой? Золото. То есть хорошего цвета. Всё, я убегаю. Пока, Марина. СИДАНИЯ. СИДАНИЯ. Теперь можно перейти к сакральным знаниям. Да, да. То, чего женщина... Да, так вот это сочетание букв даёт, собственно, не то, что вы думали. Да, да, да. Абсолютно. Ну давайте Алексей напишет мне на доске РДАНИЯ. РДАНИЯ. Как понять, вот что сейчас было сказано? Р тут гласная или согласная? Согласная. А. Да. Да, да, да. То есть забывайте, палубу, палубу. А что-то она не рисуется. В палубе. Я её пытался. А просто потому, что кто-то из засранцев выделил на доске, нажал на доску и он к себе взял управление. Я её жжу только ручку. Да, да, конечно. Будете рассказывать это. Николай, вы напишите МРА. МРА? МРА. МРАК. Эллочка, людоедка, когда к ней обращается, она отвечает МРАК. Сейчас, секунду, надо подумать. Сейчас. Так, ну ладно. Я вас не буду пока спрашивать, как пишется ЖУТЬ, а просто МРАК. Так, я знаю, как надо написать МРАК. А как написать МРАК? А, всё, понял. Я вам шпаргалку дал. Та-да-да. Так вот. Сейчас смотрю. Только долготы нету, просто МРАК. Да. Да? Да, нет, нет, нет. Я же сказал, что это же Р, согласно. Вы мне написали, сейчас я напишу в трансляции, что мне написали. МРЛАК. МРАК. Просто МРАК. Вы мне написали МРАК. МРАК. А я хотел от вас добиться... Это вообще на слух-то различить можно вот эти вот комбинации? Раскатисто и нераскатисто? МРАК. И МРАК. Ну, МРАК. Ну, если вот я сейчас палочку убрал, получилось МР. А как надо... это гласное, это по-прежнему у тебя гласное. По-прежнему гласное, да. То есть, это будет так МРА, да? Ну, это будет МРА, но не та, которую я хочу. Вот надо ту, которую внизу написано. Р, после согласного звука передается знаком диагональной черточки, присоединяемая слева к середине вертикальной черты. Сейчас, секунду. Ладно. Я надеюсь, что вы после занятия перечитываете теории, которые дает кочергина. Я понял, что, видимо, вы имеете в виду, но я не понял, почему это МРА. Сложно сказать. А, ну вот все, МРА. Все, да. Нет, а... почему это МРА? Почему это не МРИ, например? Нет, почему ИР? Потому что для ИИ нужны дополнительные диакритические знаки. В данном случае МРА и Р это согласно. То есть это как бы уже лигатура. До лигатуры. До лигатуры, недо лигатуры. Как это, как ЛЖЕ ЛЕОНИД. ЛЖЕ ЛЕОНИД говорит о недо лигатурах. Я понял. Просто чуть-чуть сбивает с толку, потому что ты думаешь следующим образом, что это, допустим, М и Р, да, это будет М и гласное РИ. А тут получается, что нужно А написать, но именно как гласное А3 и просто в голове немножко нестыковка пока. Но у вас есть шпаргалка. Я в конце этого шпаргалка она должна облегчить задачу. Еще учитывая, что еще есть РА, которая, ну, которая обычная РА. Так, есть всего два вида значит, Николай. Есть РА согласное и РР согласное. Все. Да, и при этом еще есть несколько вариантов РИ. Постук. Не путать все в одну кашу. Есть три разновидности написания Р согласное, ну, в смысле, в зависимости от позиции. Позиционные разновидности. Есть две разновидности Р гласные, позиционные. То есть, всего пять. На двенадцатой странице есть шпора, который я вам дал. случай с мра он такой же как икра. Он ничем не отличается. Не, я понял, посмотрите, я сейчас напишу, допустим, вот слово такое вот. Вот, да, например? Эй! Вот, да, например? Ну? Мура, да? Да. Мура, видите? на самом деле там всего лишь разница в одной классной. Если смотреть на это по-русски, да? Мура, мра, но пишется, видите, совершенно по-разному. и пока в голове вот это вот понимание, что есть такое ра, которое слышится, а есть такое ра, которое слышится, но пишется они по-другому. Это просто пока надо привыкать. Леонид, напишите вра. Сейчас напишу. Смотрите все. Все муру. Сейчас муру, да. Так, и что, дилет? А, да, работает. Я еще никогда не стирал на этой доске. я понял. Как еще? Вра? Вра, вра, вра. Блин. тяжело. А, ее же можно перенести. Да? А как было бы вра, вра? Сейчас. Так, вра. В середине. Ага. шпаргалка тащит. Белеет парус одинокий, да. Понятно? Алексей. да. А вот мы в трассе литерации для вр, то есть мы просто пишем вот так вот, и все? Вр. Нет, кружок, кружок. Все-таки, все, да, с кружком пишем, понял. Разумеется, разумеется, это важно. Когда нет кружка, ставим точку. Ну, в смысле, когда нет возможности поставить кружок, ставим точку, хотя бы точку. когда сил нет уже, да, писать? Но совсем ничего нельзя не ставить. А можно вот забегая вперед по... Я таких бегунов еще не раз видел, которые каждый раз куда-то забегают вперед. Ну, давай. Ну, интересно же, то есть вот есть слово ахам, я, да? Да. Это местоимение. Да. В русском языке вроде как местоимение по худежам никто не фигачит. да, то есть как бы я, но и я. А тут мы видим слово мам. Ну, точнее, даже это не забегая вперед, это прям по домашнему заданию. Слово мам. И там написано асег от аха. Смотрим, что такое асег. А это винительный падеж. То есть в санскрите местоимение по дежам ходит? Да, ходит. Офигеть. Офигеть. В санскрите все ходит и эти местоимения очень часто встречаются в разных падежах. Очень часто. А как это я в винительном падеже? Это вот какое, в каком предложении это такое может быть? Гадкий я. Гадкий я. Кочергина даже отдельно в словаре выносит отдельные статьи. Разные формы местоимений, они не похожи друг на друга. Кошмар. А про ударение мы когда узнаем? Терпение, брат, терпение. Сначала враг и кра надо различать. А подразумевается, что в идеале мы должны знать все слова, которые в уроке задают? Да, конечно. Разумеется. Это вообще минимум. Но они все не влазят в голову. У меня получилось почти все слова из пятого упражнения я все знаю. Каждый день в метро читаешь и все окей. А вот остальные сложнее туда заходят. Рассказываю. Слова Мония Вильямс санскритско-английский словарь это наиболее популярный на западе словарь используемый ежедневно санскритологами. Это всего лишь 14 мегабайт Леонид. То есть вы признаетесь в том, что у вас нету даже нескольких свободных байт. Не то, что килобайт. Весь словарь занимает 14 мегабайт, а у вас проблемы с учить 10 слов. Ну, допустим, разжатая регведа 12 мегабайт у меня заняла. То есть и она очень большая. Она в трех томах уже в русском переводе. Это какие же тома? У меня только есть отечественный перевод, причем одна из этих частей. Как самые большие куски регведа называются? Мандалы. Мандалы, да, только одна из мандал, и она очень здоровая. А как в трех томах? Это что же за шрифт? Да, нормальный шрифт. Как в кнауэре ты их разберешь? Нет, хорошие там в переводе регведы вообще нету этого на горе. Там чисто перевод. Ну да. А какой словарь погнали? Тронни Вильямса? Монни Вильямса. Монни Вильямса. Все словари находятся вот по этой ссылке. Вот по этой ссылке доступны все словари. Все 38 словари. Оу. Так, это чтобы потом искать по пояс. И вот словарь А русского варианта Монни Вильямса нет. Нет. Была попытка переводить на сайте yukta.org То есть надо смотреть вариант перевода на английский а потом искать с английского на русский Да. А я вот в библиоглобусе видал толстенный толстенный санскритский русский словарь. Да. Это современный эксперимент человека который не филолог но весьма долго мучился. Ну а вышло что-нибудь или как не пробовали Пробовал Даже рецензию написал про него О да А где почитать бы интересно Я каждый раз мимо нее хожу так смотрю я думаю что не грех купить если коротко А что это проект что книга Ну книга и книга ну как ну человек восемь лет составлял словарь не там сан скрывается еще раз можешь сказать кто автор или как она А я я вот автора не помню Да он один сейчас я скину ссылку на рецензию там все написано Там еще Шива по-моему на обложке да да фотка никакого-то а очень интересно ну ладно так вот и есть фотка Шивы да опознаватель опознаватель претензия моя на этот словарь Ефимовский я переписывал с этим чувачком он математик кандидат технических наук или математических не помню но математика понимаете это занудство как и санскрит поэтому он перешел на санскрит ну да родственники братья да в принципе книгу купить можно раскупается она медленно в отличие от остальных книг по санскриту да да в отличие от Матвеева не бойся сейчас днем с огнем Матвеев это сраная книга а вот Ефимовский достаточно серьезная работа хотя и с определенными недостатками да сейчас ознакомлюсь какие еще вопросы да вроде все про Ахам спросил про небытие спросил про Ефимовского даже спросил да ребят до свидания всем спасибо до свидания пока всем пока